Здравствуйте! Сегодня я хочу поговорить о средствах лечения нового вируса коронавируса. Конечно, я не врач и пока на данный момент я не слышала о действенных методах лечения. Вакцины еще не придумали. Но многие люди, точнее полный интернет, придумывают или где-то слышали о каких-то средствах лечения, о народных или о каких-то еще лекарственных. И хотелось бы просто поговорить и обсудить, что из этого кажется вам более разумным. Это видео не для того, чтобы я вас учила, что делать нужно и что не нужно, потому что любые средства, которые используются сейчас в народе, они в той или иной степени приводят либо к таким результатам, либо к другим результатам. И поэтому рекомендовать что-то я не буду. Я просто хочу поговорить и обсудить вообще, какие способы и виды я знаю, я слышала, и что я об этом думаю, и что думаете вы об этом. Что тоже немаловажно, я хотела бы, чтобы вы написали это в комментариях, что вы еще слышали. Если какие-то я методы не употреблю, не расскажу о них, то расскажите, пожалуйста, людям, если вы что-то знаете. Ну, во-первых, то, что я поняла насчет этого вируса, заразиться через воздух реально, но маловероятно, потому что вирус сам по себе тяжелый, и он, в принципе, оседает очень быстро в воздухе, он не летает, он садится. То есть, ну, если вы прикоснулись к поверхности, где вирус, и потом просто почесали себе в носу или засунули палец в рот, то вы можете заразиться с большей вероятностью, чем просто находясь в помещении с каким-то больным человеком. Сам по себе вирус не настолько опасен, как по сравнению с другими вирусами, которые были на протяжении последнего столетия. Например, тот же самый куриный гриб был гораздо более опасен по численности смертей. Насколько я слышала, что этот вирус наиболее опасен для пожилых людей и для больных людей, которые уже чем-то страдают, этот вирус просто может усугубить их состояние. Дети, в принципе, менее всего подвержены, они быстрее вылечиваются, и многие люди, переболевая этим вирусом, они даже могут не знать о том, что они переболели этим вирусом, потому что это может быть как обыкновенная простуда. Было такое данное о том, что если это коронавирус, то у вас нет соплей. Ну, сопли вообще могут быть, потому что сопли – это естественная реакция организма на то, чтобы просто защитить организм. У кого-то защита сработала, у кого-то не сработала. У кого-то есть сопли, у кого-то нет соплей. Ну, это моё мнение, я не знаю, как бы я не изучала этот коронавирус с точки зрения науки. Ну, вот это то, что я слышала. Согласны вы с этим или нет? Пишите в комментариях. Так, ну, значит, первое, что мы можем делать, это мыть руки. Мыть руки каждые 15 минут. Если мы за что-то прикоснулись, то обязательно мыть руки. Особенно, если вы ходили куда-то на улицу, в гости, на какие-то мероприятия. Конечно же, витамины. Если у вас больше витаминов в организме, значит, больше материала для защиты самого организма. Защита сработает или нет, конечно, зависит от вашего иммунитета, но повышать иммунитет, конечно, можно с помощью каких-то добавок, витаминов. Причём, бодрящие витамины комплекса В употреблять лучше утром, а расслабляющие, как кальций и магний, на ночь. Конечно, витамин С тоже употреблять стоит, потому что он главный такой, который помогает создать иммунитет в организме. Ну, конечно, переусердствовать с каким-то одним витамином я не рекомендую, потому что дисбаланс какого-то витамина, когда его больше, а других меньше, получается, что он может нанести вред организму. Поэтому по витаминам тоже лучше консультироваться с врачом. Вот последнее, что я слышала, ещё люди просто начинают невероятно курить или употреблять алкоголь. Водка – лучшее средство лечения. Ну, послушайте, это эти средства, которые действительно ядовитые, которые уменьшают сразу количество витаминов в организме, убивают иммунитет, ослабляют организм в целом. Конечно, на какой-то момент водки выпить, чтобы там что-то, не знаю, протрясти, может быть, это хороший вариант, но я его тоже не рекомендую. Почему? Потому что, может, вы слышали или нет, но женщинам вообще противопоказан какой-либо алкоголь, потому что он очень плохо влияет на детородные органы и впоследствующее рождение здоровых детей. Поэтому я не рекомендую употреблять яды. Десять раз подумайте, прежде чем начать такое употреблять. Слышала о таком лекарстве, как орбидол. Это было советское лекарство против вирусов. Я не знаю, насколько оно эффективно или нет. Попробуйте. Я не знаю, если у вас был опыт, напишите в комментариях, помогло вам, не помогло. Были ли вы больны коронавирусом или нет. Вот. Так. Что следующее? Я слышала. Есть такое лекарство, как Mineral Miracle Solution, сокращенно латинскими буквами MMS. Это средство, которое считается как более-менее натуральным, потому что оно из натуральных химических элементов состоит, но это основной компонент хлорка. И это, в принципе, тоже яд. Ну, например, когда я употребляла это лекарство от просто каких-то грипповых заболеваний, я скажу, что мой организм нормально реагировал на это. То есть, ну, мне хорошо было до какой-то поры. То есть, потом у меня уже чувствовалось, что всё, надо остановиться. Это уже перебор, уже мой организм, столько яда уже не... Уже безопасный уровень яда, он пресечён, надо останавливаться. Вот. Поэтому это тоже как бы считается как народным средством, распространённым в интернете. Он стоит копейки. Даже там есть видео на английском языке, как самим делать его из хлорки, покупаемой в каких-то индустриальных магазинах. Я не знаю, рекомендовать его вам или нет, потому что, во-первых, я не знаю, работает ли он против коронавируса, насколько оно эффективно. Но по видео, которые там в интернете есть, вроде это средство помогает даже вылечить малярию за 10 дней. Даже тяжёлые случаи. Вроде как даже помогает от раков, что я тоже не знаю наверняка, я не проверяла. Так, следующее средство вообще народное и знают все. Это чеснок. Что рекомендуют люди? Не разжёвывать чеснок, потому что это сразу будет вонь изо рта и неприятные ощущения, и кто-то вообще не может переносить чеснок. Просто употреблять дольку или маленькую дольку, или часть сначала начать. Просто заглатывать, запивать водой, и там в желудке оно растворится, начнёт действовать. Я не знаю, насколько это безопасно в плане того, что чеснок, попадая прям таким большим куском в желудок, не начнёт ли он слишком сильно раздражать слизистую желудка, не нанесёт ли этим вред, я не знаю. Если есть специалисты, которые знают, напишите, пожалуйста, в комментариях. Хотелось бы узнать ваше мнение. Ну, что для меня кажется вообще безобидным средством, которое точно, что сказать, вреда, не принесёт никакого, это саентологические ассисты, которые можно пройти онлайн-курсом прямо бесплатно в интернете. Зарегистрироваться, там подробно написано, от какого недуга, что помогает. На чём это основано? Основано на том, что просто прикосновение. Для каждой болезни, для каждого какого-то недомогания свои прикосновения. Есть ассисты, которые делаются без прикосновения. Например, ассист ориентации, он просто основан на том, что ты говоришь человеку, посмотри на эту дверь, спасибо, посмотри на эти цветы, спасибо, посмотри на вот это вот, спасибо. То есть это просто человеку даёшь ориентацию, и даже вот можно сделать пьяного человека абсолютно трезвым. Я проверяла, это работает. Вот, и вреда это нанести не может, потому что всё, что ты делаешь, ты просто человеку даёшь больше контроль над самим собой и над его окружением. И есть также ассисты, которые помогают, например, при травме позвоночника, вот просто там поглаживание в эту сторону, в эту, ну, подробно я не буду рассказывать, это всё есть в курсе. Есть ассисты, которые, мне кажется, наиболее подходят для лечения вот всех этих вирусных заболеваний и просто гриппа. Это почувствуемый палец, прикосновение пальцем к телу человека и до тех пор, пока человек не почувствует себя лучше. Принести вред это никак не может, потому что это просто прикосновение. И тем не менее, эти практики довольно мощные, потому что духовное существо способно, сам человек, контролировать своё тело больше. И значит, он способен больше вырабатывать иммунитета и как бы вылечивать себя сам. Это очень помогает, когда, например, врачи ничего не могут сделать, а больной как-то долго не поправляется после операции. Вот ему можно помочь таким образом, привести себя в порядок, быстрее поправиться. Что касается меня, я проверяла эти техники на себе и я избежала операции благодаря именно вот этой технике. Мне делали ассист больше часа, может, даже ближе к двум часам делали, но результат был потрясающий, скажу сразу. Вреда никакого, пробуйте, пытайтесь. Если знаете какие-то другие способы, которые более эффективны или вы что-то слышали ещё, пожалуйста, напишите в комментариях. Я только хочу, чтобы вы просто обменялись опытом и узнали больше о том, что может помочь в данной ситуации. И, конечно, самое главное, не паникуйте, а просто продолжайте что-то делать, действовать и помогать другим. Но не во вред себе, помните это тоже. Всего доброго, будьте здоровы! Субтитры подогнал «Симон»!